Всем привет! Пришло время для свежей порции новостей от команды Универ-ТВ. В студии я Лилия Талипова и мы начинаем. Состояло заседание ученого совета Казанского федерального университета. Казанский федеральный предоставляет бесплатную юридическую помощь. Новые технологии для молодых ученых в университете прошел Хакатон. На должность советника ректора Казанского федерального университета был утвержден Адель Вафин, ранее занимавший должность министра здравоохранения Республики Тазарстан. Новый советник ректора будет курировать вопросы, связанные с медицинским образованием, исследованием в университете, а также работой университетской клиники. А теперь к остальным новостям. Партнеры КФУ, исходящие в состав Приволжского федерального округа республики, прибыли в Казанский университет по поручению губернатора. О подробностях и целях визита расскажет Аделя Шамилова. Казанский федеральный посетили представителя делегации Республики Мэриел. Цель визита – обмен опытом и определение путей наиболее эффективного взаимодействия между университетами и предприятиями Республики Мэриел и Казанского университета. У нас сегодня была встреча с Решат Равкадзевичем Гафуровым, ректором Казанского федерального университета. Она имела такой политический характер. Мы крупными штрихами обозначили направление работы между нашими бузами. В Казанском федеральном завершился конкурс на отбор на новые должности. Рассмотрены авторские коллективы на соискание государственной премии Республики Татарстан. Представлены новые кандидаты на присвоение ученых званий. И вновь ожидается повышение базовой части заработной платы. Подробности в сюжете Адели Шамиловой. В Казанском федеральном состоялось заседание ученого совета. Помимо стандартных выборных вопросов, были рассмотрены положения, регламентирующие работу диссертационных советов. На повестке дня ученого совета значилось четыре основных вопроса. Конкурсный отбор на должности, выдвижение авторских коллективов на соискание государственной премии Республики Татарстан и представление к присвоению ученых званий. Кроме того, ректор Кафульшат Гафуров озвучил предложение, касающееся каждого сотрудника, прежде всего профессорско-преподавательского состава. Речь идет об очередном повышении базовой части заработной платы. Предлагается поднять базовый уровень до... Ну, я по памяти скажу уровень доцента, кандидата наук, который имеет и должность доцент, и звание доцент. Я условно говорю, довести до уровня примерно 40 тысяч рублей базу. На сегодняшний день она была 30 тысяч рублей до 450. И дальше полисать уровень профессоров, докторов наук. Зависеть дополнительные выплаты будут только от дополнительного объема работ, выполненных конкретным сотрудникам. Получать больше будут те, кто действительно более продуктивен. Производительность труда, по версии руководства, это повышение качества набора и количество студентов, поступающих в КФУ. Таким образом, итоги приема 2018 года станут своего рода индикатором эффективности образовательных программ и задействованных в них людей. По первым трем вопросам основной повестки докладчиком выступил проректор по образовательной деятельности Дмитрий Таюрский. Он доложил о работе конкурсной аттестационной комиссии, заседание которой состоялось накануне. По результату, все кандидаты, рекомендованные комиссией, получили свои звания и должности. Единогласно проголосовали и за утверждение плана работы ученого совета на 2018 год. В частности, на голосование представили вопрос об открытии трех новых кафедр. Кроме того, из рук проректора по научной деятельности Данисов Нургалиева отличившиеся сотрудники получили дипломы заслуженных сотрудников, профессоров и преподавателей университета. Знаки отличия и почетные грамоты. Аделя Шамилова, Ленарда Влетьяров, Универы Ньюс. В Казанском федеральном университете функционирует юридическая клиника. Его сотрудники оказывают бесплатную юридическую помощь. Какие государственные структуры уже работают с юридической клиникой и как она помогает жителям Казани, вы узнаете далее. В Казанском федеральном университете прошел день оказания бесплатной юридической помощи. Мероприятие организовано юридической клиникой КФУ. Участниками выступили структурные подразделения университета. Научно-образовательный центр по защите интеллектуальных прав, научно-образовательный центр прав человека, международного права и проблем интеграции, центр медиации, психологическая клиника, а также представители Конституционного суда и Федеральной службы государственной регистрации, кадастры и картографии по Республике Татарстан. Юридическую помощь клиентам оказывают не только сотрудники, но и студенты юридического факультета Казанского федерального университета. Участие именно в работе юридической клиники позволяет выработать навыки, приобрести ряд компетенций, в частности, умение общаться с клиентами, умение интервьюировать. Происходит, скажем так, у клиентов выработка позиции. Клиника Казанского федерального университета оказывает помощь по всем юридическим направлениям. По большей части к специалистам обращаются по бытовым вопросам. Артем Тупичкин, Роман Самарин, Универньюз. 27 февраля Казанский федеральный университет посетил посол Республики Бангладеш. Подробнее о визите смотри далее. Казанский федеральный университет посетил чрезвычайный полномочный посол Республики Бангладеш в Российской Федерации Хоксайфу. Он увидел одну из главных достопримечательностей университета – музей истории. Далее прошла встреча с проректором по внешним связям Казанского федерального университета Ленаром Латыповым, где он рассказал о приоритетных направлениях Альма-Матер и возможностях, которые предоставлены студентам. Диана Шейхидинова, Владимир Нелюбин, Универньюз. В Казанском федеральном университете состоялся хакатон интеллектуальной транспортной системы и элементы ситуационных центров, который пришел на базе Высшей школы информационных технологий и информационных систем. Участие приняли молодые ученые и студенты в возрасте от 18 до 35 лет. Подробности смотри далее. С 26 по 28 февраля в Высшей школе информационных технологий и информационных систем Казанского федерального университета состоялся хакатон интеллектуальной транспортной системы и элементы ситуационных центров. Основной целью мероприятия является выявление и поддержка талантливой и творчески активной молодежи, а также возможная реализация их проектов в дальнейшем будущем. Участие в хакатоне приняли молодые ученые и студенты в возрасте от 18 до 35 лет в составе команд из вузов Казани, которые представили свои уникальные проекты. В университете как-то просто прошел слух, и нас девочками заинтересовал этот проект. Мы узнали подробнее. У нас возникла идея создания умных остановок именно в городе Казани. И в преддверии чемпионата мира мы решили попробовать воплотить свою идею и написать небольшую программу, которая бы помогала в реализации проекта. Стоит отметить, что организатором выступает Государственное бюджетное учреждение безопасности дорожного движения, научные центры безопасности жизнедеятельности и управление ГИБДД и МВД по республике Татарстан. Диана Шилова, Ленардо Влетьяров, Владимир Нелюбин, Универньюз. Казанский императорский университет в 19 веке был не только научным и исследовательским, но и культурным центром. Развитие университета благотворно влияло на весь город. Подробнее расскажет Олег Кашин. К своему концу подходит выставка «Современники» в музее Николая Лобачевского Казанского федерального университета. Несколько месяцев выставка радовала гостей музея своей экспозицией. Говоря о жизни Казани 19 века, безусловно, вспоминается Казанский императорский университет, который многое принес к культуру города. В 1837 году Казань посещает английский художник и писатель Эдвард Турнерелли. Прожив в Казани 4 года, Турнерелли был изумлен интеллектуальной атмосферой и культурой города. Вернувшись в Англию, Турнерелли не только описал свое пребывание в Казани в литературных трудах, но и выпустил альбом литографий. Таким образом, лондонская интеллигенция узнала о существовании такого необычного российского города. А кроме этого, самое известное изображение Казанского университета принадлежит руке именно этого художника. Олег Ашин, Ленардо Влетьяров, Универтньюс. 27 февраля в КСК «Уник» состоялось празднование китайского Нового года. В программу мероприятия вошли концерты, различные мастер-классы и стенды, связанные с китайской культурой. Каждый желающий мог прикоснуться к разным сторонам одной из самых древних, сохранившихся по сей день в мире культур. Подробности смотри далее. В Казанском федеральном университете чтут традиции студентов из-за рубежа. Китайский Новый год, организованный студентами «Альма-Матра», прогремел 27 февраля в КСК «Уникс». С наилучшими пожеланиями для китайских студентов выступил проректор Казанского федерального университета по внешним связям. В Казанском университете, как вы знаете, более 600 китайских студентов обучается. Сам я неоднократно был в этой прекрасной стране. По традиции студенты подготовили творческие номера для зрителей, порадовали исполнением песен на родном языке, а также поздравили друг друга с праздником. Диана Хайрулина, Владимир Нелюбин, Универ Ньюз. Это были все новости на сегодня. Не забывай следить за нами в социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok